где правит любовь там нет желания властвовать и где господство власти там нет любви любовь тень власти чем отличается гений от безумца безумец видит но не знает как это передать а гений может это переложить на язык сознания деньги меня не интересуют я просто хочу быть чудесной сэр меня беспокоит не то на нашей ли стороне бог моя самая большая забота быть на стороне бога потому что бог всегда прав снисходительное отношение к глупости присуще каждому умному человеку уступайте в серьезных вещах в которых вы и ваш противник пользуетесь совершенно равными правилами и уступайте в мелких даже если все права в них явно на вашей стороне злой человек вредит самому себе прежде чем повредит другому девушку влечет именно к тому мужчине о котором идет дурная слава ей сразу же приходит в голову что ее любовь исправит его но не существует невинные лжи есть только чернота крушений и невинная ложь самое черное из них кто напуган наполовину побит в злых мыслях самое страшное то что злые души постепенно живаются с ними делать что-то для другого не зная хочет ли он этого очень опасная затея все может получиться совсем не так как ты ожидаешь и может статься ты пожалеешь о своем решении нет покоя без любви нет сна без мечтаний о любви будь безумен или холоден одержим ангелами или машинами последнее желание любовь в этом мире конфликтов в мире жертв и палачей задача думающих людей в том чтобы не быть на стороне палачей гений делает сложные идеи простыми они делает простые идеи сложными благодарность это чувство испытываемое человеком к богу и собакой к человеку средний человек не знает что ему делать со своей жизнью и тем не менее он хочет получить еще одну вечную не бойся быть непонятным даже если бы вы меня и обидели зачем мне ваши извинения это ведь ваша жизнь и ваши поступки мы делаем свою жизнь своими поступками и если поступаем неправильно то потом сталкиваемся с неприятностями а как поступать правильно или неправильно здесь действует свобода выбора эмансипация это когда к женским недостаткам прибавляются мужские как правило самое интересное начинается тогда когда слетаешь со своего ослика обещание это ловушки которые попадают глупцы библиотеки всегда казались мне самыми богатыми местами в мире и благодаря им я многому научилась и думать библиотеки и библиотекари определенно изменили мою жизнь и жизни бесчисленного множества других американцев в ярком оперении всегда нуждается серость чтобы найти иголку в стоге сена достаточно сжечь сена и провести магнитом над пеплом чай делает все лучше у сердца есть причины которые разуму не понять люди нередко влюбляются в кого-то с одного взгляда мы литераторы способны влюбиться с одной фразы свобода открывается человеку в тот момент когда ему безразлично какое впечатление он должен производить один раз сделаешь не подумав сто раз подумав не переделаешь выезжать за границу у нас было более модно чем возвращаться он любил книги ибо они крутые и верные друзья в деле ненависти одна женщина стоит десятерых мужчин трудно составить счастье мужчины обрекая на страдания женщину подлецам хочется думать что вокруг них все тоже подлецы никогда не суди с первого взгляда не собаки не человеке потому что простая дворняга может иметь добрейшую душу а человек приятной наружности может оказаться редкой сволочью никогда память это роскошная фото отелье на нескончаемое веню пятой власти вы можете снять фильм и надеяться что он будет отличным но пока вы его не увидите вы не узнаете я любил вал мне нравится фильм под названием привет низкая страна сняты стивеном фрирзом человеческое сердце разбить нельзя это только кажется что она разбита на самом деле страдает душа но и у души достаточно сил если захотеть можно ее воскресить у римлян ни за что не хватило бы времени на завоевание мира если бы им пришлось сперва изучать латынь рост всегда сопряжен с риском неудачи я нахожу телевидение очень поучительным каждый раз когда кто-то включает телевизор я иду в другую комнату и читаю книгу я идеалист без иллюзий мысль эта стрела выпущенная в направлении истины она может поразить цель но никогда не покроет всей мишени но стрелок слишком доволен своим успехом чтобы стремиться к чему-то большему в европе государь должен обладать искусством быть то лисою то львом так учил политиков генерал бонапарт в россии только львом если работа всего лишь средства достижения цели она не может быть высокого качества никогда не доверяйте мужу когда он слишком далеко и холостяку когда он слишком близко его холодные глаза смотрели на меня наконец он устало сказал я верю в гитлера больше чем в кого-либо другого он один сдержал свои обещания все свои обещания данные еврейскому народу тут добавлю что одержимость мужчинами распространялась и на мою личную жизнь иногда это было чревато осложнениями нет это всегда было чревато осложнениями так уж вышло что с непонятными ситуациями в романтических отношениях и помешанностью на карьере мужская тема настолько занимала меня что мне совершенно некогда было задуматься на тему женственности и уж точно я никогда не задумывалась о том что я сама представляю как женщина по этой причине а также потому что собственная персона никогда особенно меня не интересовало я так и не успела узнать себя есть люди которым приятнее думать о том что пчелы жалят чем о том что они дают мед я выпускала слова обоймами по нескольку десятков подряд и умолкала только для того чтобы перезарядиться кто же тогда будет управлять ответ должен быть человек потому что у нас пока нет ангелов в человеческом обличье готовых взять на себя ответственность за наши политические дела как нет ничего прямее прямого так нет ничего справедливее справедливого только образованные люди свободны нечего грустить из-за идиотов они созданы для того чтобы при их виде другие веселились чтобы понизить общий уровень глупости нам нужен не рост интеллекта а иной тип характера независимые предприимчивые люди влюбленные в жизнь забыть друг о друге могут только любовники любившие недостаточно сильно чтобы возненавидеть друг друга самые счастливые люди на земле люди без комплексов они живут уверенно и надежно в самой казалось бы трудной ситуации у нас тенденция чем интереснее женщина тем охотнее толпа готова окунуть ее в грязь дожив до определенного возраста приходишь к выводу что все знаменитые люди в твоем возрасте были уже знамениты нет ничего не справедливей чем скучать по кому-то без взаимности напишите пожалуйста в комментарии какая цитата вам близка и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал а